Здравствуйте, с вами я, Сид Рот. Добро пожаловаться в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему Бог говорит с нами во сне? Почему Он не говорит с нами в обычном смысле этого слова и без всяких символов? Если я их не понимаю, зачем мне тратить на это свое время? Я уверен, что у многих из вас, если не у всех, были такие мысли. И моя сегодняшняя гостья считает, что понимать сны на самом деле очень просто. Она учит пониманию снов даже детей. Если уж дети на это способны, то и вы тоже сможете. Вы готовы понять небесные истины, которые приходят вам во сне? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Стефани, я так рад тому, что Бог научил вас разбираться во снах. Почему же сны так важны? Скажите. У нас есть возможность каждую ночь в своей жизни получать информацию с небес. У нас есть великая привилегия, ведь в наших снах Иисус может обращаться лично к нам и посылать нам истину, знания и откровения, а также открывать наше сердце, чтобы мы могли видеть Царство Духов. Почему же некоторые люди приходят в отчаяние? Они обкладываются грудой книг, но не может же все быть так сложно? Или я не прав, все сложно? Так и есть. Часто мы смотрим на вещи буквально, а должны смотреть на них Божьими глазами. Когда мы мысленно возвращаемся к увиденным нами снам, мы часто не приходим в изумление и не испытываем трепета. Когда мы мысленно возвращаемся к нашим снам, мы должны обратиться к Иисусу и сказать, «Иисус, я хочу видеть этот сон Твоими глазами!» Нам стоит связывать наши сны с Писанием и искать в нем подходящую историю. Например, мне приснилась рыба, поэтому я должна открыть Библию и прочесть все истории, имеющие отношение к рыбе. Мы должны мысленно возвратиться к нашим снам и просить Духа Святого открыть нужность их. Прежде чем мы продолжим, я хочу кое-что рассказать нашим зрителям о вас. У вас же много детей. Сколько их у вас? Скажите. У меня шесть детей. Однажды вы захотели повысить уровень славы у себя дома, но вы были так заняты всеми этими подгузниками, уборкой, походами в магазины, другими заботами, по хозяйству, и Бог показал вам, как повысить уровень славы. Да, как-то я спустилась в подвал. Мне нужно было постирать огромную кучу вещей. Я оценила объем работ и пришла в отчаяние. Я начала рыдать и сказала, «Господи, я никогда ничего не успею. У меня просто не остается времени на общение с Тобой». В тот момент я излила свое сердце Господу. И тогда Бог заговорил со мной. Его слова были ясны, как день. Он сказал, «Стефани, я буду делать твою работу вместе с тобой». Эти слова все изменили. Теперь Иисус помогает мне. 24 часа в сутки. Я осознала, что Господь хочет быть со мной. Ко мне приходит все, что Он хочет мне сказать. Я важна для Него. Благодаря этому я поняла, как мне повысить уровень славы у себя дома. Когда у меня дома повысился уровень славы, мои дети обратились к Иисусу. Мы могли быть в разных комнатах, я могла что-то чистить или готовить на кухне, и внезапно мне начиналось хотеться славить Господа и танцевать. Я начинала славить Его и танцевать. И в моем доме тут же поднимался уровень славы. Как-то мой сын, которому было тогда пять лет, пришел ко мне на кухню, когда я славила Господа. Я готовила, и на кухне очень сильно ощущался Святой Дух. И тогда мой сын подбежал ко мне и сказал, «Мама, я тоже так хочу». Многие люди интересуются паранормальными явлениями и тому подобными вещами. Это одна из причин, по которой поклонниками нашей программы являются приверженцы Нью Эйджа. Они интересуются сверхъестественным, не осознавая разницу между истиной и игрой в свои дешевые игрушки. Людям очень интересны такие вещи. Всегда были интересны. Да. Люди часто ищут истину не там. Если мы сами, будучи верующими, не будем мучить наших детей сверхъестественному и не демонстрировать им его, знаете, что будет? Их научат чему-нибудь другому другие люди. Люди, не верующие в Иисуса и в Божью силу, могут добиться того, что наши дети скажут, «Мы больше не верим в Божью силу. В церкви нужно заниматься другим». Все это несовременно. Но я говорю вам, это очень современно. Именно мы должны научить наших детей слушать голос Бога, потому что они должны научиться слышать Его. Знаете, как-то вы сказали, что сны подобны притчам. Объясните нам, что это означает. Знаете, это очень замечательно, что Иисус может посылать нам во снах целые истории, тесно связанные с обстоятельствами, в которых мы находимся, и с нашей повседневной жизнью. То же самое Иисус делал и в Библии, в Евангелии от Матфея. Он рассказал нам много притч. Он говорил об известных всем вещах. Именно так Он обращался сейчас и обращается к нам. Он говорит с нами на нашем языке. Он показывает нам современные технические средства, чтобы мы увидели в этих снах свою жизнь и смогли разобраться в ней. Мы видим знакомые нам вещи и восклицаем. «Боже мой! Да это же про меня!» В своих книгах и на своих дисках вы рассказываете о вещах, о которых я прежде никогда не слышал. Знаете, что сказала эта женщина? Она заявила. Обращайте внимание даже на сны, которые кажутся вам бредовыми. Обращайте внимание на эти сны, потому что, возможно, через них к вам обращается Бог. Стефани расскажет нам об этом после паузы. Итак, Стефани, вы заявляете, что даже бредовые и абсолютно безумные сны тоже очень важны для нас. Расскажите же нам, почему? Часто люди просыпаются и думают, «Ну и сон у меня был!» Настоящее безумие! Вряд ли Бог что-то хотел мне сказать через этот сон. Но я считаю, что во многих случаях бывает так, что Он связывает эти сны с нашими эмоциями. Это может быть даже такая эмоция, как страх. Например, в книге Иова Он говорит, «Я разбужу тебя среди ночи ужасами». Таким образом, Бог позволяет нам пережить эти эмоции. Так бывает, когда нам снится сон, который мы запоминаем. Много раз я забывала свои сны, если они не были связаны с какими-то эмоциями. Например, со страхом, слезами или даже смехом. Много раз мне снились сны, которые меня веселили. Бог хочет, чтобы мы их запомнили. Как-то вам приснилась корова. Да. Расскажите об этом. Однажды мне приснилось, что я очень быстро плыву вниз по реке. Течение было очень сильным, и меня буквально несло вниз по реке. Изо всех сил я гребла руками, чтобы меня не поглотило течение. При этом я чувствовала, что я от чего-то уплываю. В одном месте мне удалось оглянуться, и я осознала, что меня преследует, как вы думаете, что корова. И тогда я подумала... Абсолютно безумный сон. Да, это абсолютно безумный сон. Во сне я только и думала о том, что должна убежать от этой коровы. Я плыла все быстрее и быстрее, и тут я снова обернулась и увидела, что она смеялась. А еще я увидела, что это была не корова, а годовалый бычок, и он смеялся. Я уплывала от него изо всех сил и думала, этот бычок бежит за мной и еще смеется при этом. Пожалуй, это была самая забавная ситуация, приключившаяся со мной во сне. Но я убегала от него, потому что думала, что он меня забодает. Я доплыла до места, где нужно было выбраться на берег. Я вышла на берег и побежала. На пути мне попался забор. Я его перепрыгнула, и вот я оглянулась назад, чтобы убедиться, что теперь я в безопасности. Но не тут-то было. Бычок продолжал преследовать меня и перепрыгнул через забор. Просто безумие. Да, но тут мне на ум пришли два слова. Денежная корова. И тогда я подумала, а может это предвестие денег. Обычно я не использую это словосочетание в своей речи. Я знаю, что эти слова послал мне Бог. Я никогда не употребляла в своей речи такой идиомы. Но благодаря этому сну я поняла, что небеса пошлют мне все необходимое, поскольку мы – это церковь Иисуса Христа. Мы должны очень хорошо понимать наши сны, видения и подобные вещи. Ведь Господь сказал, я и залью Святой Дух на плоть, чтобы мои сыны и дочери начали пророчествовать, чтобы и старый млад начали видеть вещи и сны. У всех нас обязательно будут видения. И если это произойдет со мной, то лично я хочу толковать их лучше всех. Я не хочу, чтобы кто-то делал это за меня. Мне не нужны для этого никакие ясновидящие. Зачем вам прибегать к услугам шарлатанов, если расшифровать ваши сны вам поможет сам Бог? Да. Итак, а еще вы советуете нам записывать свои сны? Да. Почему это так важно? Важные детали ваших снов могут просто выскользнуть у вас из памяти. Они подобны мане небесной. Вы помните, как манна небесная просто взяла и исчезла? То же самое происходит и со снами. Важные детали просто берут и исчезают. Но Бог всегда милостив со мной. Как-то мне приснился сон, и я была уверена, что он от Господа. Он был связан с одной очень важной для меня проблемой. Но я забыла этот сон. И тогда я покаялась перед Богом. Я сказала, Господи, прости меня, пожалуйста. Я не записала этот сон, но я знаю, что ты хотел что-то сказать мне. И знаете, что произошло? На следующую ночь я увидела тот же самый сон. Бог был так милостив со мной, и я благодарна Ему. А сейчас я работаю вот над чем. Я сплю всего по 4-5 часов. И когда я просыпаюсь, я мысленно снова и снова прокручиваю увиденный мной сон, чтобы лучше его понять. Я практикуюсь, чтобы развить этот дар. Все мы должны практиковаться в этом, поскольку мы церковь. А как насчет тех, кто говорит, мне никогда не снятся сны? Или я никогда не запоминаю своих снов? Сейчас вы будете шокированы. Потому что у Стефани есть что вам сказать. Эти слова ей передал сам Бог. Вы услышите их после паузы. Стефани, а что вы скажете тем людям, которые говорят, «Мне никогда не снятся сны»? Прежде всего, эти люди не должны снова и снова повторять эти слова. Мы должны следовать Божьей истине. Но как же им это сделать? Все это ложь. Всем нам снятся сны. Мы можем не запоминать наши сны. В жизни мне даже встречались люди, которые говорили, «Я помню, как однажды сказал, «Я не хочу больше видеть сны. Боже, сделай так, чтобы я больше не видел снов». И Господь исполнил их просьбу. Я уверена, что Он не просто так позволяет нам увидеть то, что приводило их в ужас. Но если мы будем просить у Господа ответ, а не поблажек, особенно пока у нас есть маленькие дети, мы научим их слышать от Господа только важное. В Евангелии от Матфея сказано, что небеса даруют нам великое откровение, когда мы попросим о Нем. Но дело в том, что мы не просим о Нем, а в большинстве случаев мы просто не позволяем Богу говорить с нами так, как Он хочет. Мы должны провозглашать истину, поэтому просто скажите, «Я хочу видеть сны». То есть тем, кто говорит, «Я не вижу снов», «Я не помню своих снов», вы предлагаете просто покаяться. Да. Может, помолитесь? Конечно. Кто-нибудь из вас когда-нибудь говорил такие слова? «Я не вижу снов», «Я не помню своих снов», или даже такие, «Я слишком прагматичен для толкования снов». «Хочу видеть все буквально, а не играть в игрушки». Стефани, помолитесь за них. Да, конечно. Я сама через это прошла, поэтому я могу полностью раскаяться в этом даже сейчас. И я уже сто раз раскаялась в этом. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты с нами говоришь. Ты так щедр с нами. Ты даровал нам Своё Слово и послал нам вещи и сны. Господь, мы помним времена, когда мы говорили, «Я не хочу, чтобы Ты разговаривал с нами при помощи снов. Я не хочу этого. Я не понимаю ничего из того, что я вижу». Отец, прости нас за эти слова, потому что когда-то Ты сказал, что если Ты нам что-то даёшь, Ты же и поможешь нам с этим. Отец, мы просим Тебя сейчас о том, чтобы Ты простил нас. Господи, помоги нам услышать Твой голос любым способом, которым Ты хочешь с нами говорить. Будь то запах небес, вкус небес, Твой голос или просто чувство, что небеса пришли к нам. Мы благословляем то, как Ты обращаешься к нам. Вот ещё и интересный вопрос. А почему нам не стоит игнорировать кошмары? В Библии сказано, что кошмары могут предостеречь нас от многих вещей, например, от принятия неверного решения. Это важно. Большинство из нас думают, что не стоит обращать внимание на кошмары. Так и есть. Но кошмары могут предостеречь нас не только от принятия неправильного решения, но и от преждевременной смерти. И знаете что? Стратегия нашего врага против вас просто ужасна. Как вы думаете, захочет ли он посвящать вас свои планы? Конечно же, нет. Но знаете, кто хочет? Иисус наведёт на вашего врага свой яркий прожектор, и тот словно таракан поймёт, что его заметили, и побежит прятаться. Вот что произойдёт. Довольно часто в наших кошмарах Бог посылает нам стратегию для того, чтобы мы могли разрушить планы врага. Мы с моими детьми пережили это. Наш Господь так благ, что посылает нам сны, которые разоблачают те пакости, которые наш враг собирается с нами провернуть. А приведите нам, пожалуйста, какой-нибудь пример из реальной жизни. Однажды такой сон увидел мой сын. Он хотел пойти в парк для скейтеров. Его пригласил туда один мужчина. Я не знала этого человека, но он пригласил моего сына и его подругу в парк для скейтеров. Мой сын позвонил мне и попросил разрешения пойти туда с этим человеком, на что я сказала, «Нет, я не знаю этого человека, и ты туда не пойдёшь». Он хотел пойти покататься в центр Данвера, и это было очень далеко от нашего дома. Поэтому я сказала, «Нет, ты туда не пойдёшь». Ночью моему сыну приснился сон, в котором он собирался пойти в парк развлечений. Слава Богу, что он пересказал мне этот сон. В своём сне он подошёл к кассе, чтобы заплатить за входной билет. И тут он посмотрел вверх на витрины. Когда он поднял глаза, он понял, что витрины были ненастоящими. Когда он обернулся назад, чтобы заплатить, человек, продающий билеты, вылез из своей будки, напал на него и попытался его избить. В ту ночь он увидел этот сон два или три раза. Проснувшись утром, он рассказал мне свой сон, и я сказала ему, «Дорогой, это серьёзное предупреждение. Помнишь вчерашнее приглашение?» Он ответил, «Да». Больше я никак не прокомментировала этот сон. Я лишь сказала, «Ты должен знать, что тебя предупредил сам Господь». В тот день его снова пригласили в парк для скейтеров. И знаете, что он ответил? «Нет, я с вами не пойду». Он даже не стал звонить мне и спрашивать разрешения на это. Вы говорите, что когда идёте спать, закрываете дверь в свою комнату. Да. Зачем? Я хочу уединиться. Ведь знаете что? Мы должны посвящать свой сон Господу. Мы посвящаем наш день Господу. Но вообще-то наш день начинается вечером. Если вы поедете в Израиль, вы узнаете, что день там начинается вечером. Именно эту часть дня мы должны посвящать Господу. Мы должны начать просить Его наполнить наш вечер и нашу ночь небесными вещами, чтобы мы могли получить великое откровение прямо с небес и быть готовыми к этому. Я хочу посвятить свой день Господу. Я хочу видеть сон от Него. Вы были помазаны помогать людям понимать их сны. Не могли бы вы помолиться за всех нас о том, чтобы мы стали лучше понимать наши сны. Да. Мне нужна такая молитва. И мне тоже. Иисус, у нас есть великое благословение. У нас есть величайший дар видеть сны и видения. Прости нас, если мы пренебрегали этим даром. Отец, мы просим Тебя каждый день учить нас лучше понимать Тебя, читать Слово Божье и постигать Его все глубже. Пусть мы научимся понимать, когда Ты обращаешься к нам через сны. Именно во снах Ты посылаешь нам великие откровения. Отец, прости нас, если мы проигнорировали их. Мы хотим почитать наши сны и видения. Помоги нам записывать их, чтобы мы могли понимать, что Ты говоришь. Отец, мы благодарны Тебе заранее. Я верю, что все, что мы слышим, мы начинаем понимать через наши сны. Отец, прямо сейчас мы благодарим Тебя за то, что мы можем записать наши сны, прежде чем забудем их. Господи, мы обязуемся почитать то, что Ты нам даруешь. Мы не будем больше игнорировать наши сны. Мы будем почитать их и просить Тебя растолковать. Отец, прямо сейчас мы просим Тебя послать нам дар толкование снов и сверхъестественных событий, которые мы не понимаем. Мы будем опираться на Святой Дух, чтобы Он помог нам понять во имя Иисуса. Пусть Слово Божье станет для нас такой необходимостью, как дыхание и пища. Я хочу, чтобы вы сейчас сказали «Да будет так». Ведь эту фразу можно сказать и короче. Аминь! Аминь! Смотрите в следующем выпуске. Вы услышите лидера поклонения Пола Уилбора, а также пастора Става Лавимса, лично встречавшимся с Иисусом, и они расскажут вам, как перейти на новый уровень общения с Богом. Не пропустите этот выпуск. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на АСН. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день, и вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть — это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok